Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. С докладами спикеров ознакомились и мои коллеги. 1915 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшую неделю. 17 преступлений стражи порядка раскрыли по горячим следам. Всего за отчетный период возбуждено 23 уголовных дела. У нас в микрорайоне Мирный был разбой на падение на квартиру. Тоже гастролеры, которые с Волгограда кочуют сюда обратно, рабочие напали на молодую семью, отобрали телефоны, деньги. То есть люди задержаны, тоже проводится проверка. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 9 возгораний. 4 из них в черте городского округа Люберцы. В результате происшествий пострадавших нет. Хотелось бы обратиться к управляющим компаниям и к населению. Пожарные машины – это крупногабаритная техника. Летать мы еще, к сожалению, пока не научились. Все-таки просьба убедительная усилить расчистку дворовых проездов. Ну и население попросило бы не загромождать пожарные проезды в связи с тем, что подъехать по внутренним дорогам очень тяжело. Обильные снегопады стали главной темой этого оперативного совещания. За прошедшие выходные в регионе выпала двухмесячная норма осадков. Подрядные управляющие организации перешли в усиленный режим работы. Всего было приличено 122 единицы спецтехники и средств маломеханизации. Задействовано 1088 человек. В первую очередь специалисты приводили в порядок входные группы, тротуары, пешеходные дорожки и проезды. К концу недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Руководителям управляющих компаний поручили взять под особый контроль работу по вывозу снега. Требует особого внимания также очистка крыш МКД и социальных объектов от наледей и сосулек.